Добрый день, дорогие любители спорта! В ближайшие пять минут будем говорить в основном о хоккее. И начинаем с приятных новостей из Тула, где в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги Тюменский Рубин одержал победу над местной командой АКМ. Причем аббревиатура переводится не как «Модернизированный автомат Калашникова, а Академия Михайлова». Тем не менее, вышла у соперников полноценная голевая перестрелка. Первый раз оборона гостей капитулировала на 18-й минуте, когда Дмитрий Марковин исхитрился переправить шайбу в цель. Паритет рубиновцы восстановили в большинстве за 29 секунд до сирены на перерыв. Четыре точные передачи, и Вадим Хлопотов беспощаден к соперникам. Через 17 секунд после начала второго отрезка точен был уже нападающий АКМ Максим Лазарев. Тюменцы ответили адекватно и быстро. Отличился защитник Вадим Антипин. Но вскоре Лазарев оформил дубль. Впрочем, сибиряки снова догнали оппонентов. Не слишком сильный бросок оборонца Рубина Георгия Бердюкова выровнял чашу весов. Люди все-таки должны ценить свою работу, которую они там делают. Если они ценят ее работу, то, соответственно, она и потом идет. Если они не ценят, так играют, просто так, как ветер в голове. Ветер подул, они должны ценить. Тяжелое, кропотливое работа, терпеть, работать. Но, к сожалению, пока. Вот сегодняшняя игра, это тот самый пример, когда мы вроде как стараемся, что-то забиваем, да, и с такой же легкостью пропускаем. В концовке отрезка хозяева реализовали большинство после броска Ислама Хасанова. Но в третьем периоде последний рубеж тюменцев охранял уже Егор Назаров. Но во вратаря тюменцев встретили победно. Уже на первых секундах шайба отскочила под бросок Георгию Бусарову, который вонзил ее в верхний угол. Затем у хозяев пятиминутный штраф заработал бывший рубиновец Кирилл Милюков. Сибиряки получили возможность 3,5 минуты атаковать в формате 5 на 4, и Бердюков оформил дубль. За счет чего? Тяжело сказать так однозначно. Наверное, за счет правильной игры в последние 20 минут. Потому что первые два периода мы явно не сроки играли. Какая-то голевая перестрелка там случилась. Не то, чего мы хотели от этого матча. Но ребята молодцы все равно сумели найти в себе правильные мысли, которые воплотились в действие на льду в последние 20 минут. 5-4 победа Рубина. Набрав 39 очков, тюменская команда расположилась на седьмой строчке таблицы. 25 ноября рубиновцы сыграют в гостях с хоккейным клубом Тамбов. А вот ближайший резерв тюменского Рубина команда «Тюменский легион» продолжает свое крайне неудачное выступление в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги. У сибиряков лишь одна победа в 28 матчах. Соответственно, 27 поражений. К сожалению, продолжилась эта тенденция и в домашнем поединке против ярославского «Лока-76». Этот проигрыш стал для легионеров 22-м к ряду. А ведь нельзя сказать, что игра шла в одну калитку. Соотношение бросков в створворот к финальной сирене получилось почти равным – 28-29. Но у тюменцев явно не клеилось при завершении атак. А вот ярославцы своими шансами воспользовались, забросив по шайбе в каждом из периодов. На 16-й минуте счет открыл, подставив клюшку Григорий Козлов. В начале второго отрезка в контратаке отличился Илья Лысых. В середине заключительного периода большинство реализовал Владимир Кораблев. 3-0 в пользу железнодорожников. При этом за матчем живую наблюдал преданный фанат гостевой команды. За 6 лет я уже кроме реального Китая объехал всю страну по КХЛ. По молодым стараюсь, как есть возможность, выходные, либо вот как сейчас отпуск. То есть в основном как бы планирую. И Тюмень у меня уже сейчас 38-й город, в котором я болел за Локомотив, Локо, Локо 76, Локо Юниор. Повторную встречу соперники проведут сегодня. Ее начало в 17.00. Продолжаем тему ледовых коньков. Коньков городской департамент по спорту и молодежной политике продолжает активную работу даже в период, в общем-то, пандемии. Примером тому уроки в формате видеозанятий. Например, в спорткомплексе «Прибой» прошел мастер-класс по фигурному катанию. Участие в нем приняло порядка 25 мальчиков и девочек областного центра. У нас замечательные условия для тренировок и очень много детей занимаются. Их попадают и в сборные области, и много соревнований выигрывают. Подобные мероприятия пользуются большим спросом у подрастающего поколения. Здесь они могут научиться базовым элементам фигурного катания. Перебежки, вращения, прыжки, шаги. А самое главное – почувствовать себя настоящим артистом на льду. Самое сложное – это держать равновесие. Потому что дети привыкли, что опора под ними стоит твердо. Когда они выходят в коньках на лед, они катятся. Они теряются и боятся очень упасть. Поэтому самое главное – это, наверное, какую-то поддержку найти. Либо специальное оборудование использовать, чтобы опираться на него, либо держаться за бортик руками. Опытный инструктор будет ориентироваться на ваш уровень подготовки. И неважно, новичок, вы уже или много лет посещаете различные ледяные площадки. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся уже завтра.